Сегодня мы насладились выступлением Маньки Захаровой, но она не единственная в России, кто отмораживает или отжигает все больше и больше. В очередной раз отличилась Маргарита Симонян. Это главред печально известного на весь мир канала по Russia Today, который запрещен уже в некоторых странах за открытую пропаганду. Девушка эта никогда не отличалась слишком большим интеллектом. После ее интервью с Ксенией Собчак весь твиттер и фейсбук взорвался тем, что «Ого, она оказывается настоящая дура, мы думали-то прикидывается, а на самом деле нет, дура полная». Несколько лет тому назад Маргарита Симонян прославилась тем, что стала выкладывать совершенно ненормальные кулинарные рецепты, которые стали вызывать вопросы у всех, кто читал ее твит. И самым знаменитым рецептом было вот это. «Первый раз в жизни буду готовить бобра». «Обросила знатоков. В итоге сварю бобриную голову с луком, морковью и лаврушкой для бульона. Остальное мясо замариную на ночь в чесноке, можжевеловых ягодах, черном перце. Завтра обжарю, а потом буду тушить в бульоне для мягкости». Представляете себе, бобриный бульон. Это ненормальное до конца не понимает, что бобер – это ценное животное, которое во многих странах находится под охраной. Есть специальные ученые – боброведы, которые говорят, что это животное необыкновенно интеллектуальное, очень сентиментальное и обидчивое. Если вы как-то не так будете себя вести, бобры это запомнят. И вот представьте себе, это делится тем, как она сварит бобра и что будет дальше делать с его головой. Это все равно, что делится с подписчиками, ну, например, рецептом «Суп из лебедя» или что-то в этом роде. Полное отсутствие понимания того, что существуют некие рамки, за которые заходить даже идиотам не велено. И вот на этот раз ее очередной пост, поразивший сеть. Она пишет о том, что у нее заболели дети. Платная скорая, по ее словам, должна была ехать долго, поэтому она вызвала бесплатную. Потому что, когда у трехлетнего ребенка рвота, то ты не думаешь особенно о социальной справедливости. И вот что она написала. Я вижу этих людей, всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и, очевидно, очень бедных. Вот они поднимаются на второй этаж, в комнату сына, по дубовой лестнице, в нашем хорошем доме, в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла у этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка. То есть ей, очевидно, хочется похвастаться тем, что никто не видит. Английскими обоями, то, что у нее винтажная итальянская люстра. Ну надо же об этом как-то сказать. А в каком контексте? Ну вот почему бы не в том контексте, что несчастные замученные врачи скорой помощи, которые приходят всегда в плохой обуви. Это уже не первый раз, значит, она заметила. Ей, ну так за них больно, что ей стыдно за свою хорошую жизнь. Это абсолютное, совершенное бесстыдство, полное отсутствие совести. И, конечно же, она не понимает, что ее запредельные гонорары, ее отличный дом в подмосковном поселке, ее рецепты из вареного бобра существуют только потому, что в России существует пропаганда. Только потому, что ее отвратительный канал Параша Тудей финансируется миллиардными суммами. И она продолжает вливать яд не только в головы своих соотечественников, но и людей во всем мире. И она смеет хвастаться тем, что на пропаганде заработало столько денег. Ей бы лучше сидеть и помалкивать, потому что эти люди, которые приехали спасать ее ребенка, они именно потому живут плохо, потому что миллиардные деньги это государство тратит на поддержание своего дутого авторитета. Вот если бы не она и не ее сраный канал, кто знает, может быть, врачи скорой помощи хотя бы имели деньги на нормальную обувь. Ей должно быть стыдно, хотелось бы добавить, но дело в том, что у таких людей совести нет. И ей никогда не будет стыдно. Как и ей не было стыдно после реакции на ее бобриный суп. Она просто не поняла и написала в твиттере «Либералы меня травят за мои кулинарные предпочтения». Я думаю, в следующий раз нужно сделать ролик вообще о тех ужасающих рецептах, которые выставляет Маргарита Симонян в сеть. Вы действительно удивитесь, что предпочтения у главного редактора не просто необыкновенные, а даже в какой-то степени сатанинские. Закончить это я хотел бы словами Игоря Эйблана. Нищий врач для европейца такой же оксюмарон, как сухая вода. Да что Европа? Такое невозможно в большинстве стран Азии, даже Африки. А вот в России нищий врач или ученый – это норма. Зато невозможно представить себе плохо обеспеченного ФСБшника, судью, офицера полиции, сотрудника любого министерства, пропагандиста на ТВ, мэра или главу района. В цивилизованном мире приоритетна охрана здоровья, поэтому врачам хорошо платят. А у нас вообще ценят тех, кто врут по телевидению, гоняются за крамолой в интернете, рулят бюджетами, избивают демонстрантов, развязывают военные авантюры, пытают подследственных, осуждают невинных и отмазывают виновных. Каждый раз, получая зарплату за свою пропагандистскую ложь, Симонян влезает в карман нищих врачей, спасающих ее детей. В стране, где государственные пропагандисты живут в роскоши, а врачи, учителя, ученые всегда будут нищими. Какую пользу приносит Владимир Соловьев или Маргарита Симонян? Они приносят вред, и это государство готово им оплачивать их шикарную жизнь. Продолжение следует...